Всем привет! Это Мотопанорама. Сегодня хочу рассказать вам о своем новом проекте, который я неожиданно решил осуществить. Он во многом связан с тем, что я стал заниматься этим ютубом, а может быть связан с тем больше, что я поездил на где-то уже 30 мотоциклов начиная с апреля этого года. Ну и поэтому кое-какие изменения происходят в сознании, когда все время ездишь на чем-нибудь новом. И соответственно меняешься в связи с этим. Когда я купил этот Монстр, на котором я сейчас еду, да, Монстр 821, это было год назад. Я тогда не собирался ездить сколько-нибудь далеко. Я не собирался ничего снимать для ютуба, все это пришло позднее. Получилось как-то спонтанно. Вот. И в принципе я на нем ездил, занимался в мотоклубе своем, ездил по городу, ездил вокруг. Все мне нравилось и нравится и сейчас. Как бы нет как бы никаких вопросов. Но затем я вдруг стал думать о том, что неплохо было бы поехать куда-нибудь подальше. Ну там в Шотландию или в Ирландию или Уэльс или еще куда-то. А может быть и в Европу, как там это в кино говорилось-то. А не пора ли нам, друзья, замахнуться на Вильяма нашего Шекспира? Вот. Стал об этом думать все больше и больше. И где-то на прошлой неделе приехал к дилеру Шипли, который продал мне Дукати. У них также и Triumph там у них. Вот. Делал тест-райт на Дукате. И увидел у них Tiger 800 XRT. Посидел на нем мотоцикл. Мне всегда нравился. Я как бы, ну, понравился мне. Вот. И я стал вокруг него ходить, но они, естественно, увидели. Вот. Давай, давай. Может, давай купишь мотоцикл. Вот. Я говорю, ну, не знаю, на подумать там-то все. Они говорят, мы очень-очень будем гибкими. Мы сделаем все там, чтобы ты купил там, ты у нас такой клиент. Ты там купил у нас это, ты купил это. Мы все для тебя сделаем. Ну, ладно. Я говорю, ну, дело в том, что я как бы не хотел бы тут терять много денег. Этот монстр у меня взят на PCP. Personal Contract Purchase. Это финансирование. Такой вид финансирования. То есть я заплатил депозит. По-моему, депозит у меня был 3600 фунтов. Вот. Но это несколько условно. Потому что денег я не платил ни копейки. Я отдал свой старый Kawasaki. Они оценили его в 3600. Но это было под моим наживом. А так-то он, я думаю, что он стоил, может быть, три. А может быть, и меньше. Вот. Если бы я продавал его просто на рынке, то как бы... Да. Ну, вот эти 3600 и 70 фунтов в месяц я плачу. Да. И это на три года. Через три года я должен мотоцикл отдать. Там, если я буду отдавать и покупать другой мотоцикл, то дилер мне что-то за мой мотоцикл даст дополнительно. Скорее всего, если мотоцикл у меня будет в нормальном состоянии. И если пробег будет не очень большой. Вот. Пробег я могу делать, по-моему, 4000 миль. На самом деле, я могу сделать больше. Вот. Дилер на это, скорее всего, закроет глаза. Вот. Если бы я буду отдавать его банку, который мне дал деньги, то да, банк с меня возьмет там, по-моему, то ли 8 пенсов за милю, то ли как-то так. Сейчас я уже не помню. Или 6. Вот. Ну, то есть, сейчас я плачу 70 фунтов в месяц. Ну, вот я говорю, что, ну, я хотел бы платить... Я понимаю, что надо платить больше за XRT. Он, во-первых, дороже там, то все. Вот. Я не хочу платить никакой депозит. Ну, они, ну, вот, давай-давай там... Говорили-говорили, вроде как 120. Ну, хорошо. Я говорю, давайте я подумаю. Приехал домой, стал думать, посчитал все. Говорю, позвонил им, говорю, хорошо, я согласен. Если 120, я согласен, 120. Ну, вы мне два бесплатных сервиса дайте. Поставьте мне Скотт Тойлер туда. Краш Барс. Это защита для двигателя. Ну, и все такое. Вот в таком ключе. Что-то еще там. Наклейку на бак вот эту, которая здесь... Танкпад называется. Вот. Ну, то есть, они тоже ушли думать. Думали-думали, нет. Типа, мы слишком далеко. Им очень хочется эту мотоцикл продать, но... Потому что сейчас никто не покупает мотоцикл. Как бы, ну, сезон кончается. Соответственно, этот квартал у них будет мертвый. Но все-таки 120 они... Хотя и сами, как бы, намекали, что это возможно, но... Не дали мне 120. Ну, а я что буду платить? Я не хочу платить 200. Там, где я могу платить 70. Понимаете? Вот. Поэтому я решил, что хорошо. Я не буду ничего делать. Я буду держать этот монстр. Как бы... Держать его и ждать. Вот. По моим расчетам, там... Ну, через год, может быть, это финансово будет более-менее оправдано. Но это только так расчеты. А на самом деле я не знаю, сколько монстр будет стоить через год. Понимаете? То есть там... Рынок тоже, он меняется по мотоциклам. И, в общем, это нужно будет смотреть каждый раз. Вот. Но так или иначе, мысль осталась. Да, мысль осталась, что надо... Как бы каким-то образом найти возможность ездить далеко. Ну, далеко-недалеко. Ну, там тысячу миль, например. Там 600-500 миль, там, я не знаю, в одну сторону. Как-то около того. Что для этого нужно? Удобный мотоцикл, ветрозащита и багаж нужен, да? Поэтому на монстре, ну, как вы, какой багаж вы тут возьмете? Конечно, у меня сумка есть, то все. Рюкзак. Ну, все это так... Можно поехать. Ну, все это такое, как вам сказать, издевательство над здравым смыслом, честно говоря. В общем, есть гораздо лучше мотоцикл. Стал я думать о том, ну, как, что тут, в общем, можно сделать в этой связи. И пришла мне мысль, что, может быть, я могу взять просто второй мотоцикл, просто найти старый мотоцикл в хорошем состоянии и поездить на нем далеко. Ну, такой мотоцикл, чтобы он уже мне это, как бы, обеспечил вот это нормальное передвижение. Причем абсолютно, не то, что абсолютно, но почти неважно, какой мотоцикл. Главное, чтобы он действительно мог ехать далеко и чтобы было комфортно. Потому что, ну, у меня какая разница, кто его там видит. Главное, что я еду там куда-то. Вот, такая моя логика была. Ну, я стал смотреть, смотрел Yamaha FGR там и так далее. Ну, смотрел, смотрел. В общем, как бы был так на это, постоянно взял это на контроль, так сказать, да. Ну, и тут как-то зашел на сайт к дилеру, вот, фирский, вот, в котором мы с вами ездили на какой-то из покатушек КТМ. И увидел, что у них буквально несколько мотоциклов есть подходящих под мои требования. Ну, что интересно у них, то, что они на старые мотоциклы дают два года гарантии. Такую же, как производитель. То есть, да, два года гарантии или пять тысяч миль пробега. То есть, это очень хорошо, вы понимаете, покупаете старый мотоцикл. И, в принципе, риска, что что-то навернется у вас, ну, нету. Вот, то есть, если у вас что-то ломается, они или чинят, или оплачивают вам ремонт, если вы его к дилеру отвесете в своем там регионе. Ну, а я живу к ним рядом. То есть, даже если я поеду далеко, что-то сломается, я просто довезу его до дилера, и они его починят, а эти, которые мне продали мотоцикл, они мне оплатят. То есть, ну, супер. Ну, вот, посмотрел я у них, создал список, сделал список такой. Вот я сейчас вам на экране его выложу. Вы видите там год, пробег и цену. Да, и что за мотоцикл. Ну, и я как бы подумал, надо ехать туда. Я поехал к ним вчера смотреть эти мотоциклы. Вот, ну, посмотрел я BMW. Это, конечно, хороший мотоцикл, и все там вроде как ничего. Посмотрел, немножко большой пробег. Посмотрел Kawasaki Versus, но не стал даже смотреть его, честно говоря. Так подошел к нему и понял, что он для меня слишком высок. То есть, он отпал сразу. Ну, долго ли, коротко ли. Да, я там еще и бандит даже посмотрел. Подумал, может быть, взять просто старый бандит. Там они очень хорошие, в принципе, их хвалят все. И мне нравятся четырехцилиндровые пешки. Ну, посмотрел, но все-таки подумал, ну, он, конечно, дешевый, этот бандит 650. Ну, думаю, ладно, черт, не буду я с этим заморачиваться. И, короче говоря, после всех этих разговоров с дилером решили, что это будет DL-650 Suzuki. И я уже так вроде настроился там, но думаю, ну, ладно. И когда я уже с ним попрощался и уходил. А, да, и мы, когда с ним ходили, с дилером-то, с директором этим, мы прошли мимо другого бандита, 1250 FA. Да, вот старый мотоцикл довольно-таки, но пробег у него, вот посмотрите, какой у него пробег. То есть, ну, это совсем, как бы, практически мотоцикл не ездил. Как сказал дилер, человек, который его продал им, ну, отдал им, считал, что мотоцикл слишком тяжелый для него. Я попробовал его покантовать, он, для меня он совсем не тяжелый, потому что он низкий, его, в принципе, удобно. И я уверен, что я могу, я, правда, не пробовал, оно же было попробовать, но вот, может, сегодня попробую. Я уверен, что я могу развернуть его на подножке, да, то есть у меня там узкий драйв-ин, там в гараж заезд, у меня узкий, мне там неудобно все. Но я думаю, что я могу его на небольшой площадке просто развернуть вокруг своей оси. Хотя он и весит, там, 260, там, сколько там килограмм. Вот. Но я на него сел, и мне показалось, что есть нагрузка на кисти, что та, как бы, согнутая позиция такая. И я подумал, не, наверное, мне это не подойдет. То есть все там, как бы, и я, в общем, сказал, не-не, давайте пойдем Сузуки, Сузуки смотреть. Ну вот, и, короче говоря, долго ли, коротко ли, закончили мы этот разговор с этой Сузуки, там, все. И стал я уходить. И прошел еще раз мимо этого бандита. И что-то подумал, что, ну, еще раз может посидеть туда сюда. И, короче, еще задержался на полчаса. И что-то мне так понравился этот бандит. И вообще вся идея, что он старый, что на нем не ездили. Что вообще, ну, как бы, несомненный плюс этого мотоцикла состоит в том, что что бы я, сколько бы я не ездил, пробег на нем будет маленький. Да, потому что люди смотрят всегда на пробег. Это, честно говоря, не имеет никакого значения. Никакого значения не имеет, какой там пробег у мотоцикла. Вот, какая вам разница? Он будет ходить сколько, если вы будете его обслуживать, он будет ходить столько, сколько нужно. И все у него там будет нормально. Вот. Но пробег смотрят. И когда время придет продавать, то тоже люди будут смотреть пробег. Ну, так как здесь пробег очень небольшой, то, ну, сколько я наезжу? Ну, наезжу я за пару лет там 10 тысяч. Ну, и будет у меня там все равно будет меньше 20 тысяч. Как ни крути. Вот. А на BMW уже сразу, да, как бы. Вот. А на этом, как его, на Сузуки DL там, как бы, 7 тысяч это пробег. Но, как сказать. Ну, как-то он меньше мне нравится. Вот. Не знаю, почему. Не то, что не нравится. Даже, в общем, нравится. Ну, короче, Бандит мне понравился больше. Да, неправильно бы сказать, что Сузуки мне не нравится. Нравится он. Вот. Немножко седло для меня высоковато. Ну, во-первых, можно поставить пониже седло. А во-вторых, я ведь его буду грузить. Посмотрели с дилером, он говорит, ну, слушай, если ты погрузишь на него там какие-то свои шмотки, то он как раз и будет тебе как раз доставать. Ну, да. Я подумал, в принципе, он прав. Почему это? Я достаю. Ну, как бы, не очень комфортно. Но, если погрузить туда, я действительно достану 100%. Вот. Ну, в общем, короче, решил я с этим бандитом попробовать. Ну, и сказал им, короче, что я приезжаю завтра. То есть, вот сегодня я еду туда к ним, делаю тест-драйф там 10-минутный. И, если все нормально, буду, значит, покупать. Вчера приехал домой. Значит, ну, да, стоит он 4,5 тысячи. Они предлагают финансирование. Ну, финансирование они там считали мне, что ли, 8,5%. Ну, вроде как можно 6,5% там годовых. Ну, короче, там переплата там какая получается. Выходит что-то там, по-моему, 160 фунтов в месяц или что-то около того. Ну, ладно. В общем, я приехал домой, подумал, зачем мне их финансирование. Ну, своих денег я тоже сразу вываливать не хочу. Я не этот самый, не Абрамович, чего мне тут кошеком-то махать. Ну, вот, у нас есть кредитные карточки, которые, когда вам дают их первый раз, вот эти кредитные организации, они вам дают там 0% на покупки. То есть, ну, там, скажем, первые там 2 года. Ну, я быстренько посмотрел в интернете, нашел там одну карточку. 20 месяцев 0% на покупки. Это значит, что, как бы, я могу купить этот мотоцикл, а им выплачивать минимальный платеж. Он будет там 225, по-моему, фунтов в месяц. 5% нужно платить в месяц. Вот. Ну, это будет мой мотоцикл. А потом думаю, ну, что, я продам его. Я его сейчас покупаю дешево за 4,5. Ну, я какие-то деньги потеряю при продаже. Но, извините, чем меньше мотоцикл стоит, тем меньше я потеряю. Потеряю я даже тысячу фунтов. Это очень мало за пару лет. А, может быть, даже и буду держать его больше. Ну, короче, там будет видно. Вот. Обратился я за этой карточкой. Они мне сразу ее подтвердили автоматически. У нас это дело, в общем, все хорошо поставлено. Вот. Боже храни королеву. Финансы, финансовые организации работают как часы. У меня хороший рейтинг. Всегда отдавал долги. То есть, все нормально. Мне дали большой кредитный лимит. То есть, я могу по ней много тратить. А именно столько же, сколько стоит от мотоцикла. Четыре с половиной тысячи. Это хороший кредитный лимит. Начинающим дают тысячу. Тысячу двести. Это уже более-менее. А так, могут дать и меньше тысячи бывает. А могут вообще не дать, если история плохая. Вот. Ну. Короче говоря, думаю, ну а зачем мне тогда финансирование? Я заплачу за него кэш. Ну, кэш, в смысле, карточкой. Это называется у нас кэш. Вот. И, и все. И буду возвращать в банку. И как бы все. И сэкономлю на этом, там, триста, там, пятьдесят фунтов. Или что-то в этом роде там. Вот. И, короче, сейчас вот, значит, еду. Еду. Что я хочу сделать быстрый тест райд. Они не дадут немного на нем ездить. Не дадут немного времени. Минут десять дадут. Ну, может, пятнадцать там я. То все. Поэтому я не смогу там вам ничего показать на этот счет. Какого-то там обзора по понятным причинам. Времени нет совсем. Вот. Ну, просто мы вместе там проедем. Что я хочу посмотреть? Я более-менее уверен двигателю. Двигатель там будет хороший. Скорее всего, он, скорее всего, мне понравится. Тут на этот счет у меня никаких сомнений нет. Что касается управляемости. Я думаю, что он достаточно хорошо управляем сам по себе. Я не ожидаю проблем с этой стороны. Даже если какие-то небольшие там проблемки есть. Черт с ним. Потому что я собираюсь использовать его на длинное расстояние. Вот. Я по городу буду ездить немного. Я на этот счет особо заморачиваться не буду. Для меня это проблемой не будет. Так. Тормоза точно так же. Мне достаточно, если будут средние тормоза. Я проблем с этим тоже не буду испытывать. Потому что, ну, когда далеко едешь, я гонять не буду. Это как бы зачем? Нужно не гонять, а нужно доехать до точки отправления, как бы, назначения. То есть, и чтобы все было нормально и безопасно. Я, кстати, вот за этот год посмотрел. Я сделал два резких торможения, о которых я помню в этом году. Вообще. Два резких торможения. Оба попали на видео. Оба были сделаны, когда я делал обзоры. То есть, это были мои ошибки. Когда вы резко тормозите, это ваша ошибка. Да. Вы не должны ставить себя в такую ситуацию. И я, в принципе, езжу достаточно хорошо. И мне не приходится резко тормозить. Я соблюдаю дистанцию. И стараюсь предугадать, что там впереди меня или сзади происходит. Все время за этим смотрю. И как бы не имею с этим никаких проблем. То есть, эти были два резких торможения. Они даже не были экстренные торможения. То есть, ни одного экстренного торможения я не делал. Вот. Лучше с самого начала вкладывайтесь в свое обучение, в свое образование, чтобы избегать таких ситуаций. Вот. Я, слава Богу, очень много этой ерундой занимаюсь. Каждую неделю в мотоклубе. Вот. И привык. И как бы все у меня с этим в порядке. Поэтому от тормозов я не ожидаю никаких проблем. Даже если они будут средние, черт с ним. Я как бы не это самое. ABS на нем стоит. Но даже если бы и не стоял, я тоже особо бы не заморачивался на этот счет. Ну, если есть, то ладно, пусть будет. Вот. Что я ожидаю? На что я хочу посмотреть? В первую очередь, это комфорт сидения, комфорт позиции. То есть, насколько я нагибаюсь, насколько есть нагрузка на кисти и насколько удобное сидение. Сидение менее важно. Если что, я его заменю. Вот. Ну, можно и руль приподнять, конечно, там, как говорят. Но, не знаю. Ну, в общем, там еще сидение можно опустить. Тогда руль приподнимется автоматически для вас, да. Ну, в общем, вот меня волнует только позиция, в которой я там сижу. Смогу ли я на нем ехать долго. Вот что меня волнует в первую очередь. А так все остальное. Ну, там ветрозащита тоже неплохо было посмотреть. Но, даже если ветрозащита не очень, то она все равно будет лучше, чем на монстре. Там какое-никакое стекло есть. И можно поставить другое стекло, как говорят. То есть, тоже можно этот вопрос как-то решить. Но, даже если нельзя, ветрозащита будет... Там, во-первых, есть обтекатели. То есть, ноги будут защищены. И грудь, скорее всего, стеклом, которое здесь тоже будет защищено. Ну, а шлем, ну, бог с ним, как говорится. Если что, я переживу. То есть, мой... Как вам сказать... Подход здесь какой? Я хочу купить недорогой байк. А он недорогой. Реально недорогой. И потерять как можно меньше денег. Точнее говоря, неправильно. Я хочу потерять как можно меньше денег. И так как он недорогой, то это такая возможность у меня есть. Если бы он был дорогой, и я бы при этом терял мало денег, то я бы взял, может быть, и дорогой. Это для меня не имеет значения. Вот. Но... Такого, к сожалению, варианта у меня нет. Чем дороже байк, тем больше будешь терять. А вот здесь, как бы я, если что, потеряю мало. И он даст мне возможность проехать куда-нибудь подальше. Начну потихоньку ездить подальше. И смотреть, понравится мне это или нет. Эти путешествия в одиночку. Вот. Буду посмотреть. Что-то в последнее время меня стало это привлекать. Вот. Может быть, это мне и не понравится. И тогда все это брошу. Вот. Ну, короче, что загадывать. Сейчас не знаю, что там будет с этим. Будем посмотреть. Вот, собственно, что сейчас происходит. То есть, сейчас мы туда приедем. И прокатимся на нем. И дай бог, надеюсь, что я его куплю. То есть, заплачу там депозит. Вот такая вот история джентльмены. Хотя, почему джентльмены? Я тут вчера смотрел статистику. Я ее иногда смотрю время от времени. И у меня всегда аудитория вся 100% мужская была. Вот. А тут вчера стал смотреть и вдруг увидел, что появились девушки. Вот. И 35, что ли, и 36 просмотров. И это, конечно, в общем, вселило в меня оптимизм. Я очень этому рад. Надеюсь, что и девушки будут меня смотреть иногда. Вот. Но не сильно много, потому что можно от этого всего устать. Вот. Но, тем не менее, передаю вам большой привет. Так сказать, шлю лучи любви. Вот. И надеюсь, что вы будете продолжать смотреть этот канал. Также интересно, что я заметил, у меня есть просмотры из UK. То есть, из Соединенного Королевства. Кто-то смотрит из Соединенного Королевства немного. Вот. Но там, по-моему, что-то 250 или 300 просмотров. Вот. Я так подумал, хорошо бы, чтобы это была не полиция. Вот. Но тоже передаю привет тем, кто живет здесь и смотрит меня иногда. Надеюсь, это вам иногда, ну, в чем-то там, может быть, поможет. Может быть, ответит на какие-то вопросы. Или, может быть, просто вы проведете хорошо время. Мне хочется думать, мне нравится думать, что вы хорошо проводите время, смотря этот канал. Так, дайте мне развернуться. Вот такие, значит, планы с мотоциклом. Ну, а этот мотоцикл, да, этот мотоцикл я буду держать. И дальше посмотрим, что будет там видно. Но я не буду его держать больше, чем три года по-любому. Не потому, что он плохой, а потому что, ну, хочу чего-нибудь там новое для себя. И у меня постоянно разные возникают, как вам сказать, идеи. Потому что мне хочется и классический мотоцикл. А мне хочется и стрит. Мне хочется дорожный мотоцикл. Вот этот адвенчик, как их называют. Ну, типа тагера. Вот. И чопор мне хочется. Ну, не чопор, может быть, а, ну, может и чопор, черная. Вот. Единственное, о чем мне не хочется, это спортивного мотоцикла. Вот это единственное. Ну, кстати говоря, я практически не ездил на них. Поэтому, может, поэтому и не хочется. Но, не-не, вряд ли мне это понравится, эта поза эмбриона. Но, как бы, ладно, не буду зарекаться. В общем, но, тем не менее, на данный момент это единственное, что мне не хочется. Ну, вот, пока мы болтались, значит, мы подъезжаем к дилеру. Приехали. Ух! 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok